Всем привет! Сегодня на распаковке и обзоре у нас довольно интересный гаджет. Это у нас карманный осветитель. Да, ребят, данный осветитель может заменить даже самый маленький софтбокс. Ну это на мой счет, как мне кажется. Довольно известный производитель Aperture, моделька у нас Amaran MLT L9. Как-то так он называется. Доехал довольно быстро, ценили в 14 долларов и давайте сразу приступим к распаковке. Я, кстати, ее уже распаковывал, смотрел, что к чему. Вот такая у нас карманный осветитель. Приобрел только для того, чтобы взять с собой в Китае, потому что в Китае планирую как бы, ну иногда снимать вечернее время в основном, как будет свободное время, поэтому решил взять вот такую вот вещицу. Итак, упаковочка. Ну, видите, все как полагается. Вот так он выглядит. Такой у нас кронштейн есть для крепежа на фотоаппараты. Можно держать в руке, можно ставить на видеокамеры и также на фотоаппараты. Ну и моноподы и тому подобное. Так, давайте скрывать и смотреть, что у нас идет в комплекте. В комплекте у нас, так, идет там инструкции, гарантийники, да? Ну, характеристики, а я их вам сейчас всех озвучу. Давайте к распаковочке перейдем. Довольно интересный чехол с двумя отделениями, также есть карабин, чтобы поцепить на пояс. Здесь эмблема апертур и сумочка такая довольно мягкая и приятная на ощупь. Ладно, поехали по отделам. Первый отдел у нас здесь находится USB кабель для зарядки самого устройства от сырости и сам кронштейн, да? Все, больше здесь нет. Здесь только разделение. Вот для кабеля узкий раздел и для кронштейна. Вот такой у нас идет башмак. Осечение резьбы у нас 1,4 дюйма, поэтому можно как на штатив повесить, на монопод, на трипод и также на башмак для фотоаппарата. Здесь она также вот так откручивается, можно закрутить вот чисто под резьбу. И резьбу уже можно поджать или отрегулировать. Довольно продуманная система сделали. Здесь у нас резьба. Поджать, зажать и чтобы она не крутилась. Эмблема апертур. Здесь у нас идут мягкие подложечки, чтобы не поцарапать. И также можно поджать. Вот, отжимаем и зажимаем. Молодцы, продумали. Кабель, ну обычный кабель USB, microUSB. И переходим к самой фотоспышке. У нас здесь идет сама вспышка и все, в кармане ничего, один большой карман. Сразу идут фильтры, так как данное устройство может светить начиная от пяти с половиной тысяч кельвинов до двухсот двадцати тысяч кельвинов. Только благодаря вот этим вот фильтрам. Или задаем холодный цвет, или задаем теплый цвет. Или будет светить без них как-нибудь по-среднему. Вот такое вот устройство. Вес его составляет 140 грамм, ребят. Очень легенькая, очень маленькая. Полностью металлическая. Сзади у нас все идут Апертур, Амаран, AL-MM9, Lighting Up, Roshenda, Shenzhen, Assemble in China. Снизу у нас есть вентилируемое отверстие. И сразу видно, что через эти отверстия видно батарейку, аккумулятор. Сразу скажу, что здесь аккумулятор стоит 1800 мАч. Это довольно большой емкий аккумулятор в таком маленьком устройстве. И, как заявляет производитель, горит на минимальной освещенности до 13 часов. И на максимальной светит чуть больше, чем полтора часа. Так, по бокам. С этой стороны у нас ничего. И с другой стороны у нас идут функции. Включить, выключить, добавить света, уменьшить светить. И DC 5 Вольт. Разъем для зарядки. Итак, включаем. Сразу у нас переходит на максимальный режим. Нет, это минимальный режим. На минимальном это ярко. Здесь стоит у нас 9 светодиодов. Их даже сейчас видно. Мне, по крайней мере, вам, возможно, не видно. И можно задавать 9 режимов свечения. Идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, больше не становится ярче. Он очень, ребят, яркий. Вы просто не представляете, насколько он яркий. При моей настроенной камере с очень темной картинкой, черный цвет на данном чехле просто-напросто сияет. Можно как простыми нажатиями, можно также просто зажать, и она уменьшит свечение. Итак, переходим. Крышка у нас идет на четырех магнитах. Она сдержится и цепляется очень плотно. Раз и все. Видите, вещь просто обалденная. Можно как этой стороной, можно так и другой стороной. Она не соскочит сама. Сама она никак не соскочит. Очень плотно сидит. Аж когда вот пытаешься это драть, видите, аж выгибается сам пластик. Магниты очень сильные. Вот такие у нас светодиоды. Край 95. Самые последние модели новые и самые яркие. 9 штук. Подложечка белая. И давайте продемонстрирую, наверное, как она будет светить с фильтрами. И хочу еще добавить такой нюанс. Ну, не нюанс, а по характеристикам. Мощность освещенности у нее достигает, если вы освещаете какой-то объект, к примеру, 0,3 метра до 30 сантиметров, яркость будет достигать 900 люкс. Освещенность, да? Если у вас уже полметра, то яркость падает до 350 люкс. Если уже более чем метр, то свет доходит 80 люкс от положенного расстояния. Итак, включаем с фильтром и, как видим, получаем теплый цвет. Так, что же нам такое взять, чтобы вам показать, на чем. Добавим света и будет у нас такой желтоватый, теплый, теплое сечение. Так, край 95. При зарядке потребляет 1 ампер. Желтым цветом мы разобрались. Давайте перейдем к холодным. Посмотрим, как холодный фильтр будет работать. Удобно сделано. Ничего такого, знаете, сверх умного здесь не придумано. Просто взяли кусок синего полиэтилена и сделали из него фильтр. И уже получаем холодный синий. Регулировать можно, ребят, как угодно. Вещь очень классная, очень полезная. Реально карманный. Он по размерам, как кредитная карточка. И вес всего лишь 140 грамм. Это большой плюс для такого устройства. Как видите, вот без фильтра, без рассеивателя. Можно добавлять. Светит, конечно, обалденно. Давайте сейчас выключу, наверное, свет и продемонстрирую вам в темноте полной. Итак, ребят, выключил полностью свет, оставил только на первом режиме свою лампу от Xiaomi. Итак, как видим, вот он наш светильничек. Включаем на минималке. Вот она, минималка наша. Да, и теперь можно включить максималку. Как видите, светит, конечно, просто шикарно. Даже салбок не нужен. Можно уже снимать какие-нибудь такие обзоры. Ну, конечно, света, конечно, все равно не хватает. Но если добавить на камере там немного ISO, немного побольше приоткрыть диафрагму и будет вообще прекрасно. А так она, конечно, светит обалденно. Ну, и давайте продемонстрирую фильтры. С фильтрами видите сразу синий оттенок и также теплая. Холодная и теплая. Можно уже придумывать что угодно. Поэтому, ребят, вещь, не жалею, что приобрел. Уменьшим. Вот так, ребят, такой вот мини-портативный свет карманный в дороге, в путешествии или где-нибудь вообще при какой-то съемке будет выручать просто-напросто. Просто обалденно. Да и, в принципе, можно использовать как, если, например, ну просто лежит у вас, да, вне во время работы. Даже использовать как просто элементарный ночник. Все-таки при минимальном режиме, хотя он все равно яркий, как я считаю, минимальный режим. Вот это минимальный. Он довольно яркий. Можно использовать как ночник и будет сидеть 13 часов. Вы только вдумайтесь, 13 часов. По поводу нагрева. Да, он становится, я уже просто его тестировал до, как бы, я запаковал, чтобы вам продемонстрировать распаковку. До этого я его немного протестировал, буквально на часа три. Да, он нагревается, но не становится кипятком. Буквально теплая задняя крышка. За счет вот этих вот теплоотводов выходят все пары или он охлаждается. Да, и тем более корпус полностью металлический. Вот так, ребят. В принципе, покупки рекомендую. Вещь обалденная. Ссылочки будут на продавца на Алиэкспресс, официального продавца Алиэкспресс под видео. И также есть официальный дилер еще и в России. Можно приобрести на территории России, если вам надо быстрая заставка. Поэтому все ссылочки под видео. Если видео вам понравилось, не забываем ставить пальчики вверх, подписываться на канал, делиться со своими друзьями данным видосиком. Думаю, им понравится такой вот гаджет. Маленький и полезный. И всегда пригодится. Вот так. Все. Всем спасибо за просмотр. Не забываем про лайки. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok